Привет! На Земле существует довольно много разных прикольных носков, но нужно же уметь вовремя останавливать фантазию. Носки с Моргенштерном — ну, это перебор. Ну, я серьёзно, не надо так. Я, конечно, уважаю креативных дизайнеров, но спанчбоб чебурек? Чебурека-боб? И вообще, чебурек с глазами — это страшно. Не надо так делать. Дмитрий заметил фантастические технологии в действии. Здесь вы можете наблюдать беспроводное подключение газовой трубы. Фактория просто не может не одобрять такие высокие технологии. Вот так едешь отдохнуть на Чёрное море и чисто случайно натыкаешься на парк юрского периода. Да-да, в точности, как в фильме. И это немного пугает. Пакет для мусора — это хорошо. Но Дарья нашла пакет для мусора из головы. Очень полезная штука. В голове нужно регулярно протирать пыль и разгонять тараканов, чтобы не наглели. Кола, фанта, спрайт. Теперь заходишь в магазин и словно на маскараде оказался. Попробуй угадай, с какой этикеткой сегодня продают твой любимый напиток. Высокое искусство иногда настолько высокое, что начинает пугать. Вот Анна так и не смогла понять, что это за странная мадама. Я, если честно, тоже не понял. А если вам доводилось увидеть что-то интересное, то не забудьте, что именно ваших фотографий все ждут по ссылкам в описании. Когда в семье кто-то садится на диету, невольно страдают и остальные члены семьи. Довольно трудно сохранять здоровый аппетит, когда на холодильнике тебе четко и ясно написано «Хватит жрать!». Кирилл заметил дверь для самых надоедливых гостей. Она ведет прямиком со второго этажа в травмпункт. Весело и точка. Ну все, нейминг зашел в тупик. Больше никаких идей ни у кого не осталось. Ну что же, накидываю еще варианты. Есть масса других знаков припинания, и все можно использовать в названии. Роман заметил, что с полки магазина на него кто-то внима-а-тельно смотрит. Вот чем думают производители, когда выпускают маски для сна с таким рисунком? Так, нужна пояснительная бригада. Чем так опасен безналичный расчет в магазинах, что теперь о нем требуется предупреждать специальными плакатами? Судя по всему, людей он действительно пугает. Это, конечно, очень мило, когда люди выращивают на подоконниках цветоськи. Но вот когда они выращивают их на подоконнике снаружи окна, то сразу возникает вопрос, а если упадут? Илья встретил сгущенку с очень правильной инструкцией по применению. Но зачем ее намазывать, правда? Гораздо лучше ее накладывать на сырник. Бедный Джордан. Он ведь просто хотел поиграть в баскетбол. Ему и в голову не приходило, что его превратят в логотип. А потом этот логотип будут печатать в растянутом виде на каждых носках. Да, никому такой участи не пожелаешь. А как сказать, что это такое? Носки с подошвой? А почему тогда шнурки присутствуют? Самое странное, что эта обувь пользуется популярностью. Хотя даже нормального названия для нее не придумали. Как же это трогательно, когда люди привязываются к своим комнатным цветочкам, как к родным. Вот, бедный цветочек по имени Нора скончался от засухи. Скорбим вместе с хозяевами. Гордей заметил петунии с очень необычным окрасом и теперь мучается над выбором названия. Пока что лидирует адское небо над вулканом, который извергается. Собака – это, конечно, друг человека. Но ровно до момента, пока ты не захочешь покататься на велосипеде и не обнаруживаешь, что сидушку сгрыз пёс. И сразу начинаешь чувствовать, что не друг он тебе. Вы когда-нибудь пробовали произнести букву «Ю» с мягким знаком? Да, непростое логопедическое упражнение. Видимо, владельцы этого магазина стремятся развлечь покупателей необычными задачками. Денис нашёл в магазине, вы не поверите, мечту червяка. Я же теперь спать не буду, буду думать, о чём же таком интересном мечтают червяки. Артёму повстречалось вот такое чудо техники. Кто-нибудь знает, что это такое и как на нём ездить? Интуиция подсказывает, что это велосипед, но, кажется, его изобрели заново. Вот это, я понимаю, нормальное хобби у людей. Если покупаешь себе старенькую машину, то верни ей молодость, чтобы она сверкала как новенькая. Дмитрий обнаружил в магазине целый комплект эликсиров. Если с Кащеем всё понятно, видимо, даёт бессмертие. Соловей-разбойник – очевидный источник силы. А вот Баба Яга, она здесь к чему? Вот что значит, у людей чатиков нет. Приходится вести переписку прямо на объявлениях, приклеенных на подъезд. Ахмат решил похвастаться своим багги, который собирал из всего, что под руку подвернётся. Теперь вот по полям катается на такой самоделке. В одном из придорожных кафе в районе Тюмени можно обнаружить очень необычную форму чаевых. Купюру наклеивают прямо на стену, подписывая на ней пожелание. Хотя, возможно, владельцы кафе просто решили сэкономить на покупке обоев. Хватит это терпеть. Полностью согласен. Давно пора запретить рекламу на ковриках. Всё равно никто не читает, чего там написано. Если кому-то не хватает смелости сделать татуировку во всю спину, то он делает себе аэрографию во весь капот жигулей. Ну а чё, смотрится не менее круто. Да и показать всем можно, не раздеваясь. Я понять не могу. У них там что, пробелы платные? Как так получилось, что они все слова слитно написали? И даже не заметили в этом никакой проблемы? Алексею удалось узнать, что бы случилось, если бы в мир Майнкрафта попала Барбариска. Хотя, конечно, странно, что это мороженка не в форме куба. Мутанты среди нас. Кира нашла подтверждение в магазине одежды. А ведь когда-то Том и Джерри были такими милами. Хотя, вроде, третий глаз их не сильно портит. Я почему вредный был? Потому что у меня обеда не было. Надо что-то менять. Ну, то есть поесть. Вот это я понимаю. Нормальная реклама для ресторана. Сразу перекусить захотелось. Так, дайте мне мой кофе, и никто не пострадает. Продолжение темы вечно голодных посетителей всевозможных кафе. И да, кофе все-таки лучше отдать. Андрей переживает, что это облако похоже на ядерный гриб. Но вообще-то стоит переживать о другом. Обычно под таким облаком формируется серьезная гроза. Ух, ё-моё. А я всегда считал кос милыми животными. Вот так криворукие таксидермисты отбивают в людях желание общаться с природой. И что? И вот как теперь? Как эту морковку вообще распутывать? И вообще, она считается за одну морковку или за пять? Когда человека спрашивают про милое животное, панда чуть ли не первый приходит в голову. А это что за ужастик? Ребенок после встречи с такой плюшевой игрушкой заикаться начнет. Данил просто гулял и увидел вот такую табличку. Продолжай деградировать! Вот спасибо. Мне как раз разрешения не хватало, чтобы продолжить это занятие. А вы бы хотели жить в слоне? Нет, я не оговорился. Анастасия действительно заметила такой дом. Может быть, в нем живет какой-то уроженец Индии. Кто его знает? Если вы тоже умеете замечать интересное вокруг себя, то не забывайте присылать свои фотографии по ссылкам в описании. Не знаю, какой там взгляд, но этот логотип на фотографии Ивана явно создавали под впечатлением от значка Google Chrome. Максим нашел подсолнух, которому было недостаточно листочков по кругу. И он решил еще и в серединке немножко лепестков вырастить, чтобы быть уникальным и особенным. Если уж разрисовывать свою машину, то только так, с крокодилом Геной и Шапокляк. По крайней мере, машина сразу станет узнаваемой. Вряд ли в целом городе найдется еще хоть один человек с такой же идеей. Даниил обратил внимание на очень необычный знак дорожных работ. С обратной стороны на нем нарисован пешеходный переход. Вот, видимо, как раз его и закопали. Потрясающе! Вот если бы не фотография Тимура, мне бы и в голову не пришло, что можно разбить клумбу прямо на козырьке перед входом в подъезд. Получается, такая клумба жадины. Никто посторонний на нее любоваться не сможет. Уже даже пеналы Попит делают. Что дальше? Ждем туалетную бумагу Попит. Ну, кстати, почему бы и нет. Заодно в туалете веселее сидеть будет. Прежде чем подарить кому-то игрушку, на секунду остановитесь и подумайте. А точно стоит это делать? А то вот Алине сшили куколку с зайчими ушами и человеческим лицом. Жутковато, когда за тобой каждую ночь наблюдает такое существо. Все-таки уровень образования в нашей стране рухнул ниже плинтуса. На табличке ясно и понятно написано «не мусорить». Увы, прочитать ее под силом далеко не всем. Поэтому она торчит буквально из свалки. Идеально получилось. И дерево не пострадало, и крыша на месте. Ну или опять текстура глючит. Так сходу и не разберешь. Эта женщина на плакате выглядит такой счастливой. Кто-нибудь скажите ей, что у нее телефон вверх ногами, а? Хотя нет, лучше не говорить. Может быть, именно это и есть секрет счастья. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok